Счет времени до пуска уже идет на часы. С виду все как обычно. Перед стартом экипаж космонавтов тренируется в пилотируемом корабле. Но разница внутри. Этот «Союз» с порядком номером 02М, то есть модифицированный, оснащен последним цифровым оборудованием. Обновленный корабль похудел на 70 килограммов, и в будущем он сможет взять на борт даже четвертого космонавта. Пока же их традиционно трое. Командиру Сергею Волкову в полете будет ассистировать японец Сатоши Фуракава и американец Майк Фосум. Им предстоит использовать новую систему ориентации и сближения со станцией. Программа испытаний должна быть закончена облетом МКС, но пока неизвестно, случится ли он в течение этой миссии или следующей. Мы очень хотим выполнить облет МКС, но пока нам не обещает никто. В ногу со временем экипаж всеми цифровыми способами пытается рассказать миру о своем цифровом полете. Все трое будут вести интернет-дневники на орбите. Материалы начали собирать уже на Земле. Привет, это Майк Фосум. Мы на космодроме Байконур. Это наш первый день здесь, и мы проходим подгонку корабля. Для Майка Фосума все в диковинку. Несмотря на опыт двух экспедиций к МКС, это первый полет астронавта на Российском Союзе. О каждом дне подготовки он рассказывает в интернете. 26 мая. Посмотрите. Видео нашей отправки из звездного городка в прошлую среду. 31 мая. Это Сатоши поедает свой обед. Мы в Байконурском заточении на карантине. Это вот мое имя. Оно написано на японском. По-русски означает «старая река». Фуракава-сан, как вежливо в экипаже называют японца, в полете будет бортинженером. Ответственность на нем не меньше, чем на Волкове. Языковой барьер, уверен Сергей, уже давно преодолен. Все наши тренировки были построены таким образом, чтобы Сатоши понимал, что он именно бортинженер, который должен не просто сидеть и выполнять мои команды, а именно проявлять инициативу. Он должен уметь полностью управлять кораблем. Это в его обязанностях. Жизнерадостный японец, доктор по образованию, удивил всех своим желанием и умением учиться. Он всю жизнь мечтал о космосе. И вот его имя в одном ряду с легендами на аллее космонавтов. Очень много легендарных имен из истории покорения космоса на этой аллее. Фуракава-сан и фосом присоединились к ним. Сергей Волков свое дерево посадил три года назад, перед первым полетом. Теперь каждый день поливает. На орбите в этот раз космонавты собираются выращивать новые культуры, которые еще не участвовали в космических экспериментах. До этого, если выращивали, допустим, салат, пшеницу, то вот у меня это помидоры. Сатоши будут огурцы. Огурцы. Сатоши будут огурцы. То есть уже салат. Дошли до салатов такого нормального весеннего, да? Материалы для экспериментов, которых россиянинам, японцам и американцам будет сделано 150, уложены в корабль. Экипаж с позывным «Эридан» отправится с Байконура на Международную космическую станцию в ночь с 7 на 8 июня.